Четыре, три, два, один! С Новым Годом! Наш любимый праздник уже очень скоро! Не теряйте времени! Покупайте подарки к Новому Году уже сейчас в Суперфарм! Десятки праздничных парфюмерных наборов на любой вкус от 199 шекелей! С Новым Годом от Суперфарм! Здравствуйте, друзья! Это программа «Тема дня» на канале ИТОН-ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. О том, что послужило причиной, результатом и какие будут последствия у осуждения экс-министра экономики Российской Федерации Алексея Улюкаева, мы сейчас поговорим с публицистом, блогером и общественным деятелем Кириллом Шуликой. Он с нами на связи по телефону. Здравствуйте, Кирилл! Да, здравствуйте! Итак, Алексей Улюкаев получил 8 лет колонии строгого режима за якобы полученную или требуемую взятку от президента Роснефти Сечина. При этом доказательства были довольно слабые, и Сечин даже отказался или не смог прийти в суд, чтобы засвидетельствовать факт получения или дачи взятки. А на ваш взгляд, если мы сделаем такой зум-аут, то есть отойдем еще на шаг назад, что послужило истинной причиной или причинами вот такого чрезвычайно жесткого подхода судебных властей к экс-министру экономики? Ну, вы знаете, на самом деле здесь может быть несколько факторов. Во-первых, можно говорить о том, что когда уже человека взяли, у нас ведь оправдательных приговоров меньше, чем было при Сталине. То есть, то его уже не оправдают. И про Улюкаева никто, ну, серьезно никто не говорил, что его оправдают, да? Все говорили, может, будет условный срок или небольшой реальный срок, но, в общем, не было разговоров об оправдании. И не потому, что он там в чем-то виноват, а потому, что просто оправдательных приговоров в России не бывает. Там Оскала, там, я не знаю, менее одного процента. Это первое. Второе. Здесь во многом такой показательный процесс был в том, чтобы показать, грубо говоря, иерархию нашей власти, кого слушать можно, кого нельзя, кто главный, кто не главный. Здесь же дело в том, что Улюкаев и в последнем слове сказал, и в показаниях он сказал следующее. Что он отстаивал интересы государства при приватизации пакета Роснефти, который должен был уйти Сечину. Но это было не в интересах государства, как считал Улюкаев. Вот это, собственно, вот та причина, по которой вообще возникла вся вот эта ситуация. Поэтому здесь, мне кажется, что есть и чисто правовая история, связанная с минимальным количеством оправдательных приговоров, и политическая история, связанная с иерархией власти в России. Хорошо, но вот буквально сегодня адвокат и друзья Улюкаева заявили о том, что они, во-первых, подадут апелляцию в Мосгорсуд, то есть в вышестоящую инстанцию, и если там не будет положительного ответа или какого-то реального, более справедливого решения, то обратятся в Европейский суд по правам человека. То есть с точки зрения властей российских, может быть, даже самого Путина, не создает ли это вот такого рода скандал вокруг такого очень странного осуждения, еще более отрицательный имидж России в глазах Запада на отмены санкций, которого, может быть, Россия рассчитывает? Ну, вы знаете, ведь же это не первое такое решение суда. Я считаю, что это абсолютно политическое решение, я сказал об этом, да. То есть Улюкаев пострадал, грубо говоря, за политику. Там не важно, что он был сторонником президента или противником президента, потому что политзаключенные, они не обязательно являются противниками, грубо говоря, президента или действующей власти. Это могут быть и сторонники, осужденные по политическим соображениям. И такое сейчас в России не редкость, к сожалению. И причем это касается и чиновников. Например, дело Евгения Урлашова, мэра Ярославля, который 12 лет получил, ну, примерно по таким же обвинениям и примерно по такой же провокации взятки, как у Улюкаев. Это тот мэр, с которым вы работали или другой, я прошу уточнить? Чего, чего? Вы работали с этим мэром Ярославля или с другим? Да, да, да. А, вот именно с ним. Да, с ним, с ним, конечно, конечно, конечно. Это все на ваших глазах происходило? Да, то есть там человек просто, это самое, он даже, здесь он взял пакет Улюкаев, там видно провокация, она дошла до какого-то совершенства небольшого. Урлашов вообще ничего не брал, то есть даже пакет не брал. Ну вот, ему дали 12 лет. То есть там история такая, что поймали некого человека, который сказал, я несу взятку Урлашова. Ну так можно любого поймать, он скажет, что угодно, и человека закрыть можно, да? Потому что вот такие политические дела, они есть. И поэтому с этим как бы, ну, я не думаю, что дело Улюкаева в этом плане сделает для Путина ситуацию хуже. Но при этом я считаю, что в России есть шанс обжаловать приговор в плане срока, то есть ни в коем случае там не в плане оправдания, в плане сокращения срока. Это может быть, такое бывает специально, причем там иногда районные суды дают чуть завышенный срок, чтобы у второй инстанции было поле для маневра его немного сократить. Вот, а в ЕСПЧ, я считаю, шансы хорошие. Ну потому что, понимаете, показаний Сечина самого в судебном решении нет, нет, потому что не было очной ставки, Сечин не пришел на суд, и по УПК его показания не могут быть в решении суда. В решении суда есть показания Феоктистова, генерала, который, собственно, вот этим занимался, всем этой провокацией, да? Вот он все говорил со слов Сечина. То есть вот здесь вот даже по чисто формальным основаниям есть очень хорошие шансы вот это все закрыть. Ну вот, да. Дело, да, ЕСПЧ, как бы. Ну это улика, которая называется, доказательство, которое называется, я не знаю, как это по-русски, по-английски называется, это hearsay evidence, то есть кто-то перепел, Рабинович перепел корузо, да, в русском фольклоре это называется. И это либо очень слабое доказательство, либо его вообще суд не может применять, то есть, по крайней мере, в Израиле это так. Да нет, это вот так у нас вообще по закону. Понимаете, вот опубликовали же все расшифровки их разговоров. Сечина написал, что Улюкаев вымогал взятку. Значит, нигде ни в одном разговоре об этом речи нет. Вот это все есть, опубликована вот эта часть материала в дело, она есть. То есть там вообще ни слова о взятке. Там о Крыбосе разговаривают, о Роснефте, но никак не о взятках, да? То есть, и здесь получается, что даже суд отказался обвинять Улюкаева, и в приговоре это есть, и в вымогательстве. То есть, даже не было вымогательства взятки. Ну, то есть, вот это уже как-то вообще ситуация абсурдная уже, черты приобретает, потому что если не вымогал, то в чем его вина? И зачем тогда Сечин давал? То есть, и давал ли он это вообще? То есть, там много всего. Улюкаев сам говорит, я склонен ему верить, исходя из дела того же Урлашова или дела Белых, например, которое тоже сейчас рассматривается в суде, я ему склонен верить, что он не знал, что в чемодане деньги. Просто потому что ему говорили про вино, он говорит, вот иди возьми там, да? То есть, и как только он взял, он не открывал этот чемодан, на деньгах там его отпечатков нет, ничего нет. Ну, сразу пришли и забрали. Да, то есть, как бы отправили там на допрос. То есть, ну вот это вот, конечно... А потом, понимаете, вот второй еще вопрос здесь, это инвестиционный климат, так называемый, в России. Ну, ходит глава госкомпании, обвешенные аппаратурой для прослушки, проглядки и сам участвует в провокации взятки. Ну, понимаете, как это воспримут инвесторы, я думаю, объяснять не нужно здесь ничего. Вот, то есть, я тогда вернусь к тому вопросу, который я уже задал, и немножко разовью его. Если мы говорим, опять же, об имидже России, то может ли являться вот эта монета, да, с одной стороны, вот внешний имидж, да, то есть, издалека, как мы, например, видим, а с другой стороны, есть внутренний имидж того же Путина. То есть, может ли вот эта вот машина репрессий, которая сейчас заработала, может быть, более активно или более демонстративно, являться какой-то частью предвыборной кампании Владимира Владимировича к 2018 году? Ну, это не часть предвыборной кампании, это часть политического режима, потому что то же самое происходило и до выборов, я уже говорил про дело Урлашова, да. Есть там, например, дело еще в Московской области с сыном Николая Озерова, комментатора, который возглавлял поселок, там, Загорянку. Вот такая же история с провокацией взятки. Это уже на всех уровнях происходило. Более того, даже вот в МВД главный борец с коррупцией был такой, генерал Сугробов, который, кстати, и занимался спецоперацией против Урлашова, его самого отсудили, посадили в тюрьму за провокацией взяток. Просто, видно, он стал провоцировать взятки не у тех людей. Знаете, но его посадили в тюрьму реально. То есть вот это все происходит очень давно, но это считается нормальным. Политические дела тоже считаются нормальными. Они происходят на протяжении уже не первого срока Путина. Ну, начиная, наверное, из дела Ходорковского, например. То есть это уже становится как бы частью политического ландшафта в России. Выборы, не выборы, да, там, ну, где-то чуть, может, это тактически чисто не регулируют, но в целом это просто часть политического режима. Вот такие вот репрессивные вещи, такие репрессивные приговоры, в том числе и в отношении как бы чиновников. Тут, да, конечно, не брали министров, по-моему, со времен Берии. Вот, собственно, последним был Берия из федеральных министров, там, ну, в то время всесоюзных министров, да, который бы прямо из рабочего кабинета поехал бы в тюремную камеру. Это единственный случай после Берии. Я не помню, чтобы такое было. Вот, ну, да, это вот такой вот уникальная вещь мы обсуждаем, да, но на более низовом уровне, на уровне вице-губернаторов, на уровне мэров и даже на уровне губернаторов это уже стало в порядке вещей. И здесь, в принципе, если говорить об борьбе с коррупцией, да, это хорошая и правильная вещь, да, но, вы понимаете, если вы боретесь, вы должны сделать работающую судебную систему. Без судебной системы любая борьба с коррупцией, она превращается не в правовую, а в политическую кампанию. Ну, собственно, мы это и наблюдаем сейчас. Хорошо, если это не часть конкретной вот ситуативной пиар-компании перед выборами, то как россияне, в принципе, рассматривают, вот, может быть, этот маховик репрессий против коррумпированных, в кавычках, в скобках чиновников, может быть, они положительно это рассматривают? То есть, вот так ему и надо, вот он, неважно, органы просто так не задерживают, а суды просто так не осуждают. То есть, так ему и надо, и хорошо, и Путин отличный, и президент, и царь хороший. Насколько вот такое мнение распространено в России? Да, ну, оно есть, конечно, безусловно, да, но вот вы спросите вот этих людей, а в чем у Люкаева там обвиняли, например, что ему приговорили, что решил суд, вам никто не скажет из них. Они постольку-поскольку за этим делом следили, верили исключительно телевизору, так сказать, да, то есть не вникали, не разбирались, да. Те люди, которые как бы более глубоко за этим делом следили, у тех людей, конечно, вопросы появляются. И в том числе и, ну, чисто такие вопросы, вот, например, у деятелей культуры есть вопросы по делу Серебренникова, например, очень большие вопросы. Там в тюрьме, там Алексей Малобродский, он в СИЗО находится, да, никаких вообще оснований держать его там нет. Все находятся под домашним арестом, все фигуранты дела, кроме него. Почему он находится в СИЗО Малобродский, это загадка, да. То есть вот такие вещи есть, и люди, да, часто говорят, и правильно это делают, и правильно их всех посадить, и всех расстрелять. Ну, это, понимаете, это, да, я думаю, что не только в России, да, вот такая точка зрения, она довольно популярна. Но мы же здесь говорим о суде, о праве, да, то есть, ну, право-то не должно подчиняться вот такой, грубо говоря, политической воле толпы, да, как бы вот. Абсолютно нет, конечно. Ну, вот поэтому здесь же речь не о политике. Мы сами рассматриваем, и власть рассматривает борьбу с коррупцией как политическую кампанию. А в реальности это должна быть кампания правовая. А для правовой кампании нужен независимый суд. Вот, собственно, вот здесь вот в чем вопрос. Что ж, спасибо, Кирилл, за ваш подробный комментарий. Пожалуйста. Это была программа «Тема дня» на канале Итон ТВ. Сегодня в студии был Михаил Юровский. Мы беседовались с Кириллом Шуликой, публицистом, блогером и общественным деятелем Российской Федерации. Спасибо еще раз, Кирилл. Всего хорошего. До свидания. До свидания. И вам, друзья, всего хорошего. Оставайтесь с нами. С Новым годом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова